Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Промикс, и мы продолжаем играть в FPS-ку. У нас начало второго сезона, и начинается оно с предсезонки. Ну, скажем так, у нас переходный период от первого сезона к второму. Пока у нас не начался прям второй сезон, но я думаю, можно и так сказать. И у нас предсезонные матчи. И я вам обещал, что будет шестая сложность, но я не могу. Тут банально нет ее. Типа, я ее купил в магазин, но... Нихера. И, в общем... Можно теперь мячик выбрать. Я, правда, не знаю, имеет ли смысл. Ну, типа, если мы будем в Лиге Чемпионов участвовать, то да. Но тут пусть будет этот пилиас. И предсезонные матчи я буду играть пять минут к матчу просто, потому что их четыре штуки, и я все их планирую сыграть. Так. У нас есть, в принципе, четыре косаря. Можно найти на них... Во-первых, нужно на них продать. Челиков, которые меня не устраивают в команде. Хельгуссен уже выставлен, по-моему. Да. Но его пока никто не хочет. Да. Я тебе не буду поднимать, пока... Максимум на три поинта тебе подниму зарплату. О, с тобой давай вот так. Скелбрэд. Плохо отыграл в сезоне, поэтому ниже зарплата. Тут то же самое. Андрессон хочет больше. Пошел ты нахер. Говену отыграл за свои скиллы. Ладно, с кем мы расстаемся в этом... В этом трансферном окне? Я думаю, с Рейхиллахте, в принципе, там можно найти кого-нибудь получше. С Розенбергом определенно точно. С Бернбургом. Остальное у нас остается, потому что мне не особо нужны они. И я думаю, нужно думать насчет того, с кем еще мы расстаемся. Я, в принципе, думаю еще тактику поменять, потому что у нас уже, спойлер, есть новая форма и обновленная эмблема, как вы видите, над нашей эмблемой появилось наше название в Викингур, собственно. Окей, ладно, смотрите. Ну ладно, вы потом увидите новую форму. Она, на самом деле, не такая уж и крутая, типа прям... Но я все-таки старался выдержать такой бюджетный стиль. Типа, ладно, посмотрите еще. Окей. Да, давайте формацию изменим на сезон. Типа, у нас будет, скорее всего, 4-3-3. Она будет какая-нибудь... Вот такая. То есть, по идее, нам нужны вингеры. Либо нам не нужны вингеры, нам тогда надо поставить... Блин. Как это у нас будет работать? Сложно. Типа... Лингрон у нас CMF-ник. Его можно поставить вот так вот, Андерсона в центр. Тут Андерсон, понятное дело, еще один. Тогда нам можно расставаться, в принципе, с Рихи Лахти, потому что у нас на замену есть Челли. Хансен. Хотя можно и не расставаться с Рихи Лахти, но он, конечно, посредственный парень. Тут CMF-ник. Вот Матсон у нас вингер. У нас слишком много CMF-ников. И, собственно, Нилсон и Карандели у нас есть. Вот пусть они и будут гонять тогда у нас бессменно на флангах. А в атаке у нас тогда будет Матсон. Или Куки. Не знаю, как пойдет. Можно, конечно, Калленберга на атакующую позицию. Но у нас много CMF-ников, блин. Вот тот же Лингрон, тот же Александрсон. Они все пропадают. Иначе. Так что будем смотреть. Если нужно будет, можно будет центр просто отдать и заменить, например, Де Андерсона на того же Калленберга. Окей. Собственно, Крондели, Нилсон, Матсон. Что дальше у нас? Да, я хотел вот этих вот ребят ниже по флангам там сделать. Где-то вот так вот. И Матсонов вперед-то. Что-то типа такого. Атакующий футбольщик все-таки хочется исповедовать. Но мне тут тогда в принципе мне не нужны высокие фланги защиты. Потому что по предыдущей тактике у нас было как, что у нас латериали в принципе были, которые бегали вместе с фланговыми полузащитниками. Лол. Так что сейчас я это все уберу назад. назад. Собственно, как-то так. Ну да. Какие у нас проблемные позиции получаются? Кто нам не нужен? Вот наша основа. получается, что нам не нужен блин. На самом деле у нас под схемой пропадают два АМФника. Ну типа, конечно, там, по-моему, и Каленберг, и Каленберг, и Андерсен. Да, но они СМФника тогда будут играть, будут менять, наверное, до Андерсена через раз, я не знаю. И, видать, тогда в случае, если у нас не будет получаться, если нам нужен будет более оборонительный футбол, тогда мы будем выставлять либо Андерсена, либо, не знаю, Рихи Лахтина. Такая ротационная у нас позиция. Тут нужно иметь именно второй состав, я бы... Да, нам нужен еще один фланговый защитник. Кстати, тут не пишет вообще-то. Нилсон левый хорош, а Кронделли именно с двух сторон хорошо играет, окей. Он так, в принципе, есть. Тут Матсон либо в центре, либо слева хочет играть, окей. Орала справа, подожди, а Хрейдерсон у нас что? Ну, он слева играл у нас в сезон, как и... как и... вот этот персонаж Стэнсен. Нам нужен тогда, получается, фланговый защитник на пару с Кааралой, чтобы он играл. У нас есть всякие Арнасена, конечно. И нам, кстати, нужен здесь тогда, получается, кто-то. Скорее всего, с Фидерсеном мы расстанемся, или с Хансеном. Потому что у нас очень много сейчас центров. У нас большой выбор. Если в атаку, а это Андерсон и Каленберг, если Андерсон просто плохо играет, меняем на Хансена или Андерсена того же. Или вон Скелберт и Видерсон у нас есть. Ну, короче, есть куда идти. Нам нужно избавляться от Отсена, наверное. или Томасена. Надо посмотреть, кто из них хуже, потому что они, в принципе, да, Отсена нам не нужны. Вот вместо Отсена как раз-таки и надо поставить нам... Вместо Отсена нам и надо поставить флангового защитника, поэтому все у нас вот так вот и останется. Нам нужно только тогда, получается, поискать. Нам надо. Собственно, вот оно. Поехали в Данию и посмотрим. Есть Янсен, собственно, такой вот парень. Но я не уверен, что не подойдет за такую зарплату. Здесь Бишев, но он... у нас игроков много. Вот, типа, я бы поменялся, но у него клуба нет. И... Вот тут есть Гирсон, которого мы как раз-таки продали в Сан-Паулу. Тут есть Ситрсон, Нагда Кали. Можно было бы на них. У них клубов нет. Коралл, собственно, наш. Рейни. Рейни неплох. Он медленный просто. И у него еще позиции есть. Он центральный, он просто во всей защите действует. Но он больше на центрального, я так понимаю, нацелен. Это по скиллам не особо... Вот Сарянин есть. Он поподвижнее будет, как-то тоже... Но опять-таки зарплата. Я так понимаю, он тоже херачит. Да, он и ДМФ-ник, и все. прикольно. Я бы попробовал поторговать на вот того же Отусона. Но он на трансфере уже, поэтому нельзя работать. На Рейхилахте может. Ну, да, типа. Они оценивают Рейхилахте в 6 тысяч, я так понимаю. Ну, я им отдаю тогда 6, и Соляра у него будет 534, которую он просит. Все, топ. Он займет как раз все эти позиции, которые у нас пропали в результате продажи тогда Рейхилахте. Топ. Окей, смотрим дальше. Норвежцы. Норвежцы. Все, это все норвежцы. Шведы. Что-то не хотят меняться. Может, уже купили. Нилсон, например. Лорен, Керчукова, стример, бля-бля-бля. Этот парень вроде неплох, но стаминка тут топ спит. Хочу подбор 68, это 5, конечно. не, я что-то не хочу рисковать. Что-то, мне кажется, я и не всех посмотрел. Кого-то упустил. А, да. Подожди, где? Вот же. Блин, зачем тогда эта нация нужна здесь? У нас на ТНС, но он в команде уже. Я, типа, вроде всех иссланцев, да, взял. команда как раз-таки. У нас исландские фланги защиты работают. Видать это все из... Можно Чеснаускис взять, лоу. Ставьте лайк, если хотите Чеснаускис в команде будет нашим викингом. Канада. Да Бузманы. В Зеландии что-то не то с флангом. Ну, собственно, все. Я даже не знаю, что еще. Можно взять из Германии кого-нибудь. потому что, ну, типа, вы сами понимаете. Родственные все-таки с викингами нации. Ну, блин, ну, тут зарплаты у них не шибко крутые. Тут вон МФ-ники и Швайнштейгер тот же. Шрёдер. А гвоздей жареных не хочешь? Ну, он неплох. Я бы его взял, посмотри, чисто. Ну, типа, трейды. Я его в лист добавлю. Горлиц. Но он жесткий. Для команды, которая вышла только в первую, в первый дивизион пока рановато. А вот Вегельт, кстати, к нам бы перешел, потому что Майнс не вышел в первый дивизион. Ладно. Австрийцев можно глянуть еще. Штранцель погатец. Не, ладно. Погнали, что, смотрим дальше. Жалко, что музыка заканчивается. Ну, что, матч с Барсой у нас, и у нас новостей по трансферам вообще нет. Никто никого видать не хочет. Херово. Собственно, вот наша первая форма, и вот наша вторая. То есть, немного цвета поменялись, как вы можете увидеть. Ну, собственно, поехали, я вам покажу. поехали так, как и было, но я, наверное, поставлю шторм, очень хочу посмотреть, где тут мастера обработки мяча вяленый. Погнали. Давно я не играл, на самом деле. А, ну и, собственно, наш поле. Ну вот, и, собственно, наша форма новая. Спонсор все тот же. Кубики остались. Ну, в целом, я думаю, пойдет. Такая лазурная форма, нормально. Стадион надо еще поменять, типа. Да, меня не устраивает немного цвет. Я думаю, как раз-таки в товарищеских матчах мы посмотрим стадионы. Роналд Зинни, мать твою. Звезды приехали к исландцам. Ну, не только к исландцам, но и к викингам в целом. Блин, ну и началось. Хер ли они делают? Вяленый, мастер позиции. по новой тактике работаем, по новой схеме расстановки игроков. А тут вамброкорст. Звездный вамброкорст, фалит. Нагодей. Выбивают здесь челики. Блин, шторм. что у вас обработка? Вы че, блин, бухали? Ну да, они бухали, естественно. Они же победили в чемпионате, а как без бутла? это О. Из одного Брохорст фалит. Блин, по мячу играть можешь? Джо. Фух, я думал, он в стенку попадет. Ну-ка, пульни туда. Матсон попытался сделать что-нибудь о Нильсоне. Не. Не получается. Синьестер. Жили. И не ест. Будут подавать. Ну, насчет, кстати, сложности. Типа, я ничего, конечно, сделать не могу, но я вас уверяю, что не будет мне ни легче, ни проще от того, что я на пятом. Там примерно с третьей сложности одинаково в обороне играет компьютер. Лишь с той разницей, что на шестой сложности у него куда больше ошибок в обороне и куда он агрессивнее атакует тебя, прессингует, когда ты атаку развиваешь. И, блин, типа, это немножко хуже с той стороны, что будет больше голов, конечно, он атакует лучше, но, блин, это нехорошо скажется в итоге на качестве вообще футбола. Ну и Матсон, пульни в ближний, но там блок. Матсон подает у нас. Интересно. Ну, неплохо подал, я не знаю, ничего, он не прыгнул с щелек, я не знаю, Нильсона это именно так. Не очень точная подача. Ну, собственно, удары тут, вот это удар. Не попал Хави там по мячу или кто там был. Ну, не помню. Хави, по-моему, шестой, да, номер? Нес тогда был двадцать четвертый, да. То есть это, не знаю, жули, наверное. Это, собственно, единственный момент. Насладимся этим ударом и еще раз. Ну, блин, можно было бы с ноги, например, пробить, и там был бы гол, конечно. Наши оставили совсем плохо. надо попытаться разыграть. Да, команда куда сильнее, чем мы, но, блин, видите, как она атакует сразу же. Не дает, не дает развернуться, в отличие от нашего второго дивизиона, где мы довольно свободно себя чувствовали в атаке. запрессовали, этот Мацан хорош, но что дальше? Свободных пространств нет, просто в обороне вообще у них. Если бы мы играли на шоссе сложности, был бы уже, не знаю, 2-2, наверное, не знаю. А может и нет все-таки. Это PS5, у них FIFA 20, наверное, не знаю. Ну, FIFA, в принципе, не меняется из года в год, так что я не удивлюсь, если так оно и будет. Не знаю, можно, в принципе, сюда сыграть и там туда прострел немного пошел. Что мне нравится, вот в старых песках, здесь есть элемент именно навыка игрока. То есть здесь есть именно ты сам, конечно, играешь и руки твои, но очень влияет от скилла самого игрока, как он будет играть. В новых PS5 нихера это не влияет. Что у него бег 90, а его все равно всякие Васи догонят и обгонят, мяч отберут. ну, блин, вяленый, я все понимаю, но ты все-таки за место в основе будешь бороться или так и будешь легендой клуба? ну, блин, Пуёль очень чисто атакует. Ну, в лупи, блин, слет можно было. скилла, видать, не хватает как раз-таки. Пуёль уже бы давно через себя там пробил. Ну, в новой смысле. Ну, я не знаю, тут типа атакует пчелик. Блин. Я катил вниз. Меня запрессовали там. Ну, собственно, все, 0-0. Ну, нормально, так почувствовали уровень, да? Барселона не дала ничего вообще создать у своих ворот. Ни одного удара в раствор, по-моему, не было. Получается, был, но там Мацан бил в игрока, по-моему. Я не помню, что вообще сейвы делал Вальдес. Ну, ладно. Ну, что, продолжаем нашу предсезонку и у нас к нам приходит Сарянин. Со всеми челиками мы продлили контракт, а расстаемся мы с Рихи Лахти к нашему счастью. И как раз таки сейчас и посмотрим на Сарянина. да, надо поменять штуку. Где это меняется? Вот здесь вот. на корнерах Мацан это нехорошо. По-моему сейчас лонг пасс Акероси Александр хорошо подает. Ну, Мацан тоже неплохо, типа, но лучше уж пусть Александр подает. И капитан естественно Хридерсон остается. Ну, собственно, сделаем так вот. Окей, что там дальше у нас? Будут покупать кого-нибудь или нет? Или мне нахер надо посылать всех? Не хотят. Ну, блин, придется, я так понимаю, расставаться просто окончательно. Потому что мне нужны еще челики. Атаку мне, в принципе, больше не нужно. Мацан, Куки у нас там есть. На всякий случай там, не знаю, Хамсон у нас готов. Фернбурга я тоже отпускаю. Ну, да. Так и будет. Я смысла не вижу. Я так понимаю, никому просто не приглянулся тот лист игроков, который у меня сейчас есть, поэтому да, я, наверное, отпускаю тогда этих ребят. До свидания. Хельгисон тоже на выход. да, можно было бы обменять, но хер с ним на самом деле. Кто будет менять флангового защитника, блин, на форвард, да, это же пред. так, кто там у нас есть. При ожидании. Вот можно Хельгга взять, но он медленный, пипец. Флангово. Йенсен неплох. Бергаланд. Бергаланд хорош, свободно хваляется. Блин, конечно, на трансфер придется изрядно потратиться его. У меня денег таких нет. Да. Это же Бишов может. От Бишова можно взять типа 3000. Ну, конечно, у нас потом не. Ведется пока так поиграть. У нас нет денег. Блин, подожди, у меня в команде еще есть челики, которых можно выгнать из команды. Не знаю, тут же Скелберт, например. Тут же Видерсон, хотя он хорошо отыграл, но мне нужны места. Стример Отасон вяленый. Вот Отасона можно к херам послать. У нас есть в принципе челики. Ну и все, посмотрим как-то. Арнессон типа хорош был, но я все-таки загружу его на трансфер. Посмотрим. Ладно, окей, поехали. Да-да, поехали. Никто не хочет наших ребят. Давайте теперь в нашей второй форме поиграем. И выйдет у нас вместо Стейнсона Саринен. Ну и давайте на Арнсена посмотрим. подожди, а у Лингрена что там как? Лингрен с двух сторон. Раз он только слева, хотя он справа играл. Ну ладно. Куки выйдет. Не знаю, Каленберга тоже выпущу. И тут можно поменять. Посмотреть, кстати, на Матсена как он будет играть слева как раз. Нильсон, Александрсон. Давайте теперь я посмотрю, как другой Нильсон будет играть. Он немного не на своей позиции, но ладно. Погнали. Ой, блин, мы же стадион не посмотрели. Ну ладно. Вот такая вот форма. Сбудет. хз. Мне кажется, для первого сезона такой бюджетный типа, знаете, вариант нормальный. Можно было, конечно, такой первым в нашем сезоне во втором дивизионе использовать, но пока пойдет. блин, Салихамеджик перехватывает. Не фалит там парень милсон я не потому раз дырка в результате в обороне маккай забивает что-то пока Бавария прессует получше чем Барса даже ну и несколько с кем играть блин Куки какого хрена Куки постоянно сзади где-то в сезоне блин что здесь Саринин странно что он в центре блин делает у него позиция мотива правая это как Крейдерсона в матче с Бюльги в первом прошлом сезоне сезоне когда Хрейдерсон собственно выдвинулся в центр но там это голубь привело в чужие ворота в результате тут Кан тащит тебя бил вообще там в дальний угол от Кана чтоб направо на противоходе так но Лингрен Лингрена опять не везет пока Лингрен забивает в нашей команде только с пенальц пока у него по шансам никак вообще ну поконтролить мяч можно попробовать с Баварией правда не знаю как это делать все-таки схема это немного непривычно само по себе после прошлого сезона я имею ввиду в принципе я обычно играю в 4-3-3 но именно сейчас это непривычно и тут Андерсон вышел ну была Ронингена выпустит но у нас есть еще два матча ну и все да сделать каких-то прям определенных выводов насчет игроков за такой короткий промежуток времени нельзя но пойдет все-таки это такая небольшая возможность отыграть тем немножко с топ командами знаете как Audi Cup который проводит там по-моему Бавария или кто которая постоянно Бавария как раз таки и выигрывает там по-моему играют по 30 минут тайм хорошо куки а тут можно было в ближний там пробить но ну я и нажал в принципе ближний вот я и говорю фактор тут влияет что игроки рандомно так порой рассыпляют направление которое ты им задаешь и от скилла как раз таки и зависит это рассыпление то есть вот например я сейчас дам пас но он тут точно отдал типа если далеко ну тоже ну я думаю вы меня понимаете что я имею ввиду если я сейчас пробью блин ну нахера ты покоснулся до него блин вот это больше всего в ударах просто замечается потому что вы могли заметить что матчи в основном не такие уж голевые получают тогда последние наши матчи в сезоне были очень голевые по-моему два матча подряд 3-3 счет был вообще топчик это нам повезло так не дает бавария пройти сейчас ну фаляк 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 калемер хорошо убрал можно что-то было сделать но куки опять нигде просто ничего ты с куки не сделаешь потому что куки в защиту уходит блин при атаке я не понимаю этого у него атака вроде неплохая там скилл атаки понимаю надо посмотреть как раз таки его скилл атаки может там он говеный но последняя атака в этом матче ну ладно последний наш матч на этом стадионе дальше у нас мемориалы ливерпуль ну чё там арносом хотят его взять рейнджерс но мне не хочется давайте рейнджерс кого-нибудь другого возьмет хотя если там они предложили нормально так я смотрю еще чё ну не 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 ты чё за такую цену этого беста продавать да он нестабильный но он бест а чё где еще ребят у нас с кем мы играем в лиге д это у нас шахтер копенгаген джу гарденс а нет это за вот эти ребята они выбыли во второй дивизион там у нас будет шахтер олимпиакос розенбург леон галатасарай селтик динамо киев сент-этиен спарта стадране ну рэн у нас га рейнджерс псж кстати порт и монако ну и мы с брюге ну нет чё то не хотят у нас ребята идти ну чё стадион давай другой ну давай этот возьмем нормально пойдет так ну и давай поменяем такой вот вариант ну давай куки еще раз давай Арнсон а Арнсон играл у нас давай на более его привычной позиции у нас килл брат выйдет ирония где на воротах все просто не вижу смысла прям вообще состав ставить хошима сокер стадион ну блин ну типа и чё ну у куки баланс выше чем у рауля брау видать я хз ирония где спокойно без фейлов арансом пошел в обводочку давай в соляндру пола реала но нет ну Арнсон просто насрать это же не Адденхак да правильно скажи Арнсон чё тут перед каким-то реалом он снова блокирует типа времени мало для того чтобы создать реальную угрозу у нас всего пять минут матч блин пути жжет на фланге прям рвет и мечет чё там угловой угловой лол бэкхэм со своим стандартным разбегом вот вопрос в прошлой тактике у меня была возможность играть через центр хотя бы вот в таких вот моментах сейчас у меня ее нет блин просто банально мне приходится ждать пока мои парни зайдут можно сейчас что-то было сделать но Скелборд блин бить не умеет естественно на его месте нет куки блин который должен быть Александрс Александрсон Александрсон ну нормально удар херли нет Зидайн Зидане Зинедине Зинедине Гранделем Ну чё-то у реала проблемы Блин ну чё ж ты так отлично Йоханна Сан Касана развел а они реально молодежь смотрят не но это и в этот момент куки естественно был центре там где должен быть именно сейчас я не знаю что с этим парнем не так ну были у нас моменты но типа не такие прям стопроцентные типа это нужно было забивать никак иначе но пойдет в принципе ну чё это было кстати поле нормально так что будем играть на этом стадике блин этот гути по-моему гути был да он не убиваемый просто скелброт ну вот в обводочку нормально может бэнк а это куки вот что случается парень когда ты там где должен быть прикинь делай так чаще мэтт ну и касселес что-то стоял зырил просто на мяч хотя мог что-то сделать там из-под игрока нормальной силы удар он не видел в принципе поэтому когда мяч уже был возле него он не мог среагировать эх высина зидана тащит ну падает естественно игрок реала штрафной но не без этого как иначе подачка ну мать твою естественно ножницами игрок реала сбивает а это кто это роналду роналду не может без удара ножницами как криштиану так и до ним а да очень неплохой у нас такой получается второй тайм блин я не заметил почему-то тут касано касано почему касано подожди чё капитан ну шо это удар мать твою скилл бред блин ну охренеть ну конечно тут дырка такая у них была ну вот что это и потом такой тоже удар на он попал хотя бы по мячу блин там просто по мячу и поворотам надо было попасть пустым блин но мы не смогли этот подарок реализовать но мы не смогли этот подарок реализовать ну чё-то реально какие-то проблемы есть в обороне ну это не основной конечно состав но тут есть типа тот же зидан играет робарта карлос эээ тот же гути ну касано не играл тогда но да ну мать твою ты шутишь ну касано был талантливым парнем когда-то но тут пипец конечно с обратно подкруткой но это шедевр как он так умудрился но ронинге он вышел зачем-то далеко потерял позицию немного и тут но это но это же абсолютно эту дугу просто шик но не дает судья блин реал даже в товарищеских матчах суди покупает где фалы скелбард хотя бы в обороне нормально отрабатывает может и не буду его продавать все посмотрим касселес так к мячу тянулся как бы тот самый сложный удар в его жизни ну и все два два ну эпично чё с оборонка есть некоторые проблемы ну и с ударами у скелбрада блин с позиционной блин расстановкой у куки я хз что есть что-нибудь да ни хера не происходит понятно никто никого не хочет покупать да вы ржете блин а тут уже нельзя да или можно разорвать контракт я послал нахер просто нельзя блин а да ну им платить зарплату еще пол сезона фаааак ладно будут просто как в третьем составе ну и че матч с ливерпулем ой еее офигаси у них разные формы прям блин да подожди вот давай вот так красиво не форма ну погнали чё основой в японии играем будем ездить каждый раз герарс и ридерсон выводит свою команду на поле ну и лингран наш с мацаном будут разыгрывать мяч мячище пошел и оказывается они от нее свалил паулер хавьерчик блин маскирано эх тот состав был шедеврален и нынешний неплохой на самом деле но это далеко блин ну бэн бэн у нас задался александерсон лучше умеет бить я надеюсь если нету с такими ударами ему еще полсезона максимум в клубе осталось у нас я пока так его и не понял за те полсезона которые он провел у нас команде ну блин а по пустым а андерсон ну как тулузи забивать так то умеешь да вот здесь не попасть эх ты ешь дудик ну отличный отбор хорошо забегают фланги мне очень нравится именно это в новой расстановке это прям прекрасно можно пенетрейтить атаку пенетрейтить защиту использовать коридоры пространство в целом а чё там андерсон забил забирает собственно кстати ронинген туда вышел на единственный матч пропустил два мяча но там конечно первый да и второй мяч такие шу блин даже андерсон там точно бы не справился отличный вы нас хорошо андерсон крандели пошли что-нибудь придумаем крандели придумала это и ну там был еще момент у андерсона ладно не будем уж смотреть на это на этот позор он еще хотел капитаном стать лол а я шучу на самом деле блин нильсон тупо мяч забыл но я их не получилось проткнуть рейдерсон но хрейдерсон тупо на телепатии убил это кто там был киол капитан работает хрейдерсон выцепил мяч отлично ну тут просто надо забить не идет ну блин ну пас конечно тупо прям говнище был прям сорт говна б чего скейлбарда наполню никто не выпускал но это там был блок ладно мы владеем мячом владели больше чем ливерпуль уже во втором тайме полтайма их рисовали ну и тут джаррад выходит на позицию подачи и там вол да луис гарсия забивает ну вот как надо бить по пустым то андерсон ну там правда внешне штрафной у тебя удар был но блин эх ну туда его но блин ну в принципе моменты равные были то есть даже ничья могла быть но да тут класс разрешал прям джаррад одна опасная атака все там уже гол там немного повезло да но со штангой это я соцкоп все равно там мог быть и наш подбор если бы челики наши постарались вот опять нет блин ну хороший здесь удар но не сильный ну и в принципе единственное наше поражение в предсезонке ну не страшно вообще не страшно ну вот это просто говнище ладно ну чё вот такие вот дела предсезонка у нас вот так вот завершается и мы идем в новый сезон и и первый матч у нас против порту сразу же вот так вот нас прессует ну чё тут развитие есть какое-нибудь андерсон не развивается понятно андерсон он держит марку кек лингрен улучшает но он и должен улучшать хорош александерсон пока неплохо крон дали вон за пол сезона на 2 поинт скилла поднял нормально так нормально так нильсон хуже играет да но он плохо играл чё поделать и он потом грелся на скамейке мацан типа хорош да а у него шутакер если поднялся до 80 ну бывает иногда забивает чё поделать ронинген хуже стал играть и у него киперскиллс тоже упали до 78 и все-таки у андерсона 80 они ну саринен понятно он только присоединился что там у Арнессона и у скелберда ну скелберт вроде развивается но он играет так плохо что не хочется его видеть даже в команде с его ударами ну каленберг вроде лучше всех начал в вторую половину прошлого сезона но типа такое ну что ж вот так вот такие дела вот такая вот у нас евролига сенсационно вышедший в прошлом сезоне брюгер дальше у нас в лиге а а собственно 15 команд всего участвует 20 так много я думал собственно немецко-голландская лига надо было сделать летало-французскую блин ну я не знаю да получилось так как получилось чисто Испания чисто Англия а Италии нет вообще в принципе ну ничего страшного ладно у нас есть евролига своя где мы играем с среднячками и топами в принципе ну Леон да типа тут претендует на первое место ПСЖ хотя ПСЖ тогда не был прям таким топовым клубом но все равно Монако более-менее все еще ну более-менее да это все что я могу сказать ну и Порту не знаю кто еще там дальше посмотрим собственно да такие дела дорогие друзья если вам понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь на канал с вами был промикс до скорых встреч